Мы с вами располагаемся в доме, который в плане занимает 150 метров. На первом этаже располагается просторная гостиная, которая совмещена с кухней. Есть перегородок, никаких нет, как вы видите, дверей тоже. В столовой есть эркер, который дает достаточное количество света, что не может не радовать. На втором этаже располагаются две спальни и гостевая комната. Также на втором этаже санузел и ванная. На первом этаже тоже есть совмещенный санузел и ванная. В отделочных материалах дома превалируют природные материалы. Это стены из газобетона, перегородки из обычного рабочего кирпича, дерево. Все это создает определенную атмосферу деревенского дома. Покрасить решили стены мы в белый цвет. Это расширяет пространство и создает приятное ощущение пребывания внутри дома. Двери также сделаны из дерева для того, чтобы дополнить наше представление о деревенском доме внутри его. Этот кирпич ничем не обработан. Он просто покрашен выдумальсионной краской белый цвет. Когда задумывалось о перекрытии этого дома, рассматриваются разные варианты. Стандартно здесь монолитное перекрытие. Поскольку я тяготею к деревянным перекрытиям, мне пришло в голову, что может быть сделать такое. Но в силу разных причин я все-таки остановился на плитах перекрытия пустотных. Чтобы совместить свою первоначальную идею и пустотные плиты, я сделал подобие деревянных балок. Все достаточно просто. Вот эти стыки не заделываются раствором, что должно быть в стандарте. А на болты специальные, анкерные, крепятся вот эти вот декоративные балки. Мы находимся в месте образующем, я бы сказал, который называется эркер. Сюда мы решили сразу поставить стол. Поскольку здесь много света, очень приятно находиться. И можно любоваться окрестностями. С технической точки зрения он очень просто устроен. По углам находятся металлические колонны, на которые опирается вся крыша. В пространстве между колоннами встроены окна, что, собственно, и образует эркерную часть. Снизу вот этот цоколь – это продолжение стены дома. Отопление дома основано на дизельном котле. Основа отопления по первому этажу – это теплый пол. За исключением эркерной части нигде больше радиаторов нет. О чем я не раз уже жалел. Дело в том, что теплый пол – вещь очень хорошая. Но для тех случаев, когда люди постоянно проживают в доме. Если вы живете наездами, бываете в выходные, в холодные дни, то обязательно делайте радиаторы на первом этаже. Во всех комнатах. В крайнем случае вы их отключите, сделаете поменьше. Но не отказывайтесь от этой опции. Иногда бывает тоже местами около окон, бывает холодно, к сожалению. Эркер – довольно прохладная часть дома, поскольку здесь много остекления. И здесь неминуемо пришлось делать радиатор. Радиатор большой, а все окно. Но он теплый. Так получилось, что этот радиатор отапливает половину комнаты в результате. В комнате располагается камин, который является, по сути, чугунная вставка. Вокруг него декоративное обрамление. Камин стандартный, нерукотворный, обычный, то есть куплен в магазине. Изначально мне хотелось построить здесь печь, но я понял, что она занимает много места, и под нее нужен большой фундамент. Я остановился в этом решении в виде камина. Камин, безусловно, это не только декоративные вещи в доме, но еще и отопление. Мы часто используем его, когда приезжаем, когда еще холодно. Мы его запускаем, затапливаем для того, чтобы это лучистое тепло наполнило комнату в первые часы, чтобы не жечь солярку понапрасну. В проекте заложены дымоходы изначально, что еще раз говорит в пользу покупки готового проекта. То есть дымоход изначально проходит через стену. Я приобрел дымоход круглой формы, керамический дымоход, то есть он сажается на клей, и использовал его просто как картридж, чтобы вставить в кирпичный дымоход сам. К этому дымоходу подключен через металлический дымоход сам камин. Когда дело дошло до остекления, я начал задумываться по поводу подоконников. Обычные пластмассовые подоконники не очень мне нравились. Дом находится в деревне. Для того, чтобы подчеркнуть его деревенскую часть, близок к природе, я подумал, что будет неплохо использовать какие-то натуральные материалы. В данном случае, на мой взгляд, хорошо подошел к кирпич. Кирпич был просто уложен на газобетон через раствор, отшлифован и покрыт лак. Таким образом, он создает фактурную поверхность, очень приятную, и есть для разгуляться глазу, как говорится. Удачное, на мой взгляд, решение. Мы находимся на лестнице, которая является еще одним элементом протяжения в доме в силу своей конструкции, формы, а также перил. Но обо всем по порядку. Лестница бетонная. В основании монолитной железобетонной конструкции. На сами ступени приклеены деревянные панели. Они выкрашены в контрастный цвет, что вкупе с белой лестницей достаточно интересно смотрится. Чуть позже я установил кованые перила. Надо сказать, самые простые, для того, чтобы подчеркнуть лаконичность конструкции лестницы. В средней части лестница имеет забежную форму. То есть там забежные ступени. Поэтому часть ее винтовая получилась. Это еще один плюс конструкции. Она смотрится легко, благодаря забежным ступеням и контрастной окраске вот этих вот ступеней также. Для того, чтобы такую конструкцию воссоздать, была установлена палубка из фанеры тонкой, которую согнули определенным образом и сверху уложили арматуру. Дальше залили по этому каркасу бетонное основание. Все это застыло, потом сняли. Ничего здесь, в общем, нового нету. Такие конструкции изготавливаются, винтовые. Но мне показалось, что это достаточно интересно будет. Изначально в проекте лестницы нет. Но по той картинке, которая изображена в проекте, тут должна была быть площадка. Площадка у нас не вписывалась. То есть не получалась лестница с правильными ступенями. Поэтому мы рассчитали ее таким образом, и получилась забежная часть. Здесь использовались стандартные ступени для лестниц. То есть есть в магазине такие наборы, с которых можно сделать деревянную лестницу самому. Собственно, вот эти ступени, это и есть те ступени, которые сосновые, которые продаются в магазине «Сделай сам». Они просто приклеены на бетон жидкими гвоздями и окрашены в такой коричневый цвет, чтобы стать контрастной частью лестницы. Все просто. В проекте второй этаж заложен как мансардный. Следствием этого явилась достаточно низкая высота, в углах дома. Это порядка метр шестидесяти. Мне показалось, что этого недостаточно, и мы, подумав, решили немножко приподнять эту часть. На мой взгляд, получилось удачно, без какого-то либо ущерба для внешнего вида дома. Хотя такие опасения были. Сейчас там 2 метра, и можно спокойно перемещаться по комнате, особенно в этих местах, если когда-то возникнет желание поставить там шкаф или что-то в этом роде. Система отопления устроена таким образом, что на первом этаже в основе лежит теплый пол с одним радиатором на эркере. Второй этаж – это радиаторы и теплые полы в ванной комнате и туалете. Здесь также под плиткой находится трубка с горячим теплоносителем, что создает достаточно комфортную обстановку внутри помещения. Плюс еще полотенцесушитель, который тоже нагревается, соответственно, дает тепло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова